В театре вы безумно успешны. В кино есть чувство, что... В кино, безусловно, тоже успешны. Есть чувство, что вас мало, что хочется больше. Вспоминается, да, конечно же, прогулка, космос, как предчувствие, еще несколько ролей Зои, но хочется больше. Он может добиться, его и так много без меня бежать будут. Это ты с чего решила? Сразу видно. Потому что таким людям, как он, не очень-то везет в жизни. Если у них все получается, то они расцветают. А если не получается, то они втухают, опускаются, и все. Если говорить о сердцах людей, да, ставить след в сердцах людей, то это, безусловно, в полном масштабе сделано в сериалах, в которых вы играли, в том числе, да, в «Маша в законе», «Варенька», «Испытание любви». Вот если взять вот этот сериал, «Варенька», «Испытание любви», там прям вот все женщины страны смотрели, плакали, страдали. Мы вообще русские любим страдать, да? Я обожаю смотреть кино и плакать. Спасибо огромное, что пришли на кухню попить чипсу. Не за что. Это правда, что до того, как вы поступили в театральное училище, вы ни разу не бывали в театре? Нет, ни разу. Ирина Пегова поступала в театральное училище и думала стать певицей. А тут через два года зовут играть знаменитый театр «Мастерская» Петра Афоменко. Еще через пару лет Алексей Учитель снимает Ирину Пегову в главной роли в своей знаменитой прогулке. Актриса очаровывает не только широкую публику, но и самого Олега Табакова, который приглашает ее играть главные роли в «МХТ» и «Табакерке». Не заставляет себя долго ждать и актерские награды. В 30 лет у Ирины Пеговой уже было две «Золотые маски» за драматические роли в театре и «Золотой орел» за работу в кино. Те, кто еще не знал Ирину Пегову по ее сценическим и кинообразам, узнал ее по знаменитым телесериалам «Маша в законе» и «Варенька. Испытание любви». Всех фильмов, сериалов и ролей в театре все равно не перечислишь. А ведь это только начало. Вы говорили часто, что актер – это зависимый очень человек, и это ужасно. Конечно, конечно. Годами что-то меняете? Не, абсолютно то же самое. Абсолютно. Пока я завишу от других людей, от как меня займут, где меня займут, куда меня пригласят, куда меня пригласят. Нравится то, как занимаются приглашения? Какой смысл – жаловаться или говорить, что не нравится? Я довольна. Иногда бывают трудности, когда несколько предложений сразу. И все прекрасные, и все хорошие, и не знаешь, что выбрать. Вот здесь сложность возникает. Много ролей, которые, конечно, хотелось бы, которым хотелось бы прикоснуться. И это роли, о которых мечтаете? А вообще в жизни о чем мечтаете? Мечтаю. Честно, мечтаю о том, чтобы… Ну, во-первых, ну, я одно и то же всегда отвечаю, но, к сожалению, это правда. Не хочу, чтобы была война вот в моей жизни, вот в жизни нашей страны была война. Потому что я не представляю, что это будет, если бы это все пережить. Это очень трудно. И, конечно, не хочу смерти близких людей, ну, чтобы это было время, я не хочу. Так характерно, что вы говорите, когда на вопрос, о чем мечтаете, не хотите, чтобы было что-то плохое там, и не хотите, чтобы… Да, потому что у меня все остальное есть. Или я, ну, как я, все остальное я могу сделать сама, и оно есть. Я знаю, что мечты, которые… все мечты, они у меня сбываются. Поэтому я знаю, что если я там «хочу шубу», ну, как о чем мечтать? На тебе пальто, на мечтай о чем-нибудь высоком, да, как курьер? Ну, да, мечтать все, что связано… хочется не обижаться. Вот мне хочется… я не хочу иметь такое чувство, как обиды в себе. Ну, я понимаю, только я могу сама с этим справиться, но я мечтала бы, чтобы у меня в какие-то моменты не возникало это чувство. Ну, много есть таких мечт, о которых мечтать нельзя. Я не мечтаю ни о ясто, ни о яхтах, ни о чем. Ни о таком, таких глупостях вообще, которые, мне кажется, полпинка человека могут достичься. Ну, это так просто и так глупо. Конечно, хочется справиться с собой. Я мечтаю как-то справиться с собой. Ну, не справиться, а изменить немножко свое сознание. Не люблю я. То есть сама, как зритель, не хожу на комедии. То есть мне это неинтересно, я не понимаю, зачем. То есть комедия положения и все, что с этим связано. То есть я не… Вот эти драматические спектакли, которые мне очень запал и понравились, я могу смотреть по шесть, по семь раз. Ну, сколько это я могу позволить себе? Ну, комедию я посмотрела один раз и забыла. Ну, посмеялась, получила удовольствие и забыла. Не более. Проваливаю. Ну, последний раз я была в театре вчера вечером. Я ходила. Я сейчас совру с названием, потому что я даже так вот пришла, увидела, давно мечтала попасть на это современное танец. Я обожаю современные танцы. И пошла в мой любимый театр, музыкальный театр Станиславского Немировича Данченко. И там вот они делали вечер, ну, там буквально час пятнадцать современных танцев. Я даже не знаю, как спектакль назывался. Мне было все равно, я бежала и утонула там на час пятнадцать, я пропала. Это, ну, не знаю, на меня музыка вообще действует. Я думаю, как на всякого человека. То есть музыка – это самое, наверное, высшее из искусств, которое можно придумать. И я, я умираю, я завидую их телам. Я завидую, ну, не завидую, а как я, ну, восторгаюсь этими людьми. И каждый раз, и для меня это дополнительный тонус. Я после этого каждый раз сажусь на диету. На диету, и так, на здоровый образ жизни. И помимо того, что я там каждое утро бегаю или хожу по утрам, они меня, и иногда это там пусть и пропадает, но откуда-то берется, пропадает. Ну, какая-то наступает не апатия, как... Ну, что-то случается, что вот несколько дней подряд я, допустим, у меня нет этой моей жизни. И вернуться в это очень тяжело. А после вчерашнего спектакля увидела, думаю, боже мой, какое счастье. Ну, не знаю, театр для меня это... Я получаю дополнительные... Не знаю. Ну, во-первых, там находишь какие-то... Господи, это провал какой-то. Для меня это провал в сознании. Я иногда просто бум-с, отключаюсь, и вдруг... Господи, я когда-то в театре сижу, но забываюсь полностью. Я без театра не смогла бы... То есть я думаю, что артист без театра теряет форму. Надо было эту роль сыграть там... Вот сейчас вот в этом возрасте я бы это сейчас сыграла бы, грубо говоря. Ну, то есть, ну, все, упущен момент. А в театре ты растешь вместе с ролью, конечно, до плюс бесконечности. И даже вот у меня есть какой-то определенный комплекс. Там я играю в Соню, в дядю Ваню уже какой год подряд. И, конечно, Соня – это молодая, невинная, ну, как наивная, ну, как чистое существо. Конечно, я в своей 35, играя в Соню, думаю, господи, какой обман, как же это ужасно. Зритель же все видит это. Как же... Ну, меня все переубеждают в обратном. И я говорю, что сам ничего не видно. Ну, то есть, я так, как-то так, скрипя зубами, верю им, и дальше. Ну, а куда деваться? То есть, ну, тем не менее, моя, ну, как теперешняя Соня, я понимаю, она много, может быть... Ну, лучше это группа, глупое слово. Но в каких-то вещах она лучше, чем, да, та, которая была раньше. Знаете, говорят испанцы, говорят так, что женщина танцует фламенто в 17, в 30, в 40 лет о разном. Конечно, да. Танцевать о разном. Так же и играть можно о разном. Другие смыслы. Как я могла там читать этот монолог про небо алмазов, ну, не читать, а говорить или вещать. Ну, как там свои там... Да, то есть, сейчас был бы прокол, если бы выяснилось, что читать. Пошла их играть, будучи уже в другом статусе, будучи уже, ну, как женщиной, ну, состоявшейся, как в этом смысле, потому что для женщины это самое главное в этом мире, да, стать матерью. И, конечно, все отменяется. Жизнь сильно изменилась с рождением Тани. Как сильно? Кардинально. Конечно. Она приобрела смысл. До этого это было бессмысленное существование, ну, как эгоизм в штанах или в юбке, как этому... Ну, как, ну, как... Ну, вот... Понятно, что когда появляется ребенок, все смещается. Ну, немножко в другой стороны. Тани ходит на ваши спектакли? Ходит, ходит. В том числе на конек-горбунок, да, который и для взрослых. На конек-горбунок это просто там, вот они прописка просто на спектакли. А что она говорит после спектакля, что спрашивает, что ей интересно? Какие комментарии? Запомнились какие-нибудь первые комментарии? Нет, запомнились, конечно. Первые, это, конечно, у нее, во-первых, это был скандал, это были слезы, это было вообще непонимание. Она выбежала из зала, выбежала ко мне за кулисы, там, с мамой, по-моему, с моей была. Кричала, во-первых, мама со сцены, там, она вообще не поняла юмора, почему это ее мама с каким-то молодым человеком, там, с Ваней с каким-то там тусуется. Она мне настроила разборку, ну, со слезами это было все, сказала, почему ты не сказала Ивану, что у тебя есть дочка, во-первых. То есть и каждый раз, это, это вообще фантастика. Идите кольцо, покажу я вам, царь-девицу. Эй, как мы его найдем? Океан, вон он, большой, а кольцо маленькое. Ну, чего вам проще-то? Кольцо из океана достать или царь-девицу сыскать? Завтра я на этот остров приплыву, вот будете с кольцом, будет вам и царь-девица. То есть это было бесконечно туда-сюда, вот бегание из зала за кулисой, все проверка, слезы. И в конце спектакля, когда мне девочки стали дарить цветы, ну, это я уже всем сто раз рассказывала эту историю, они дарят мне цветы, и она мне сказала, ты зачем у детей цветы отнимала? Это вообще, она меня этим убила, это, конечно, на такие вещи невозможно. Ты зачем у детей цветы отнимала? Скажи, пожалуйста. Поэтому, и после этого, в течение года или полутора лет, ведь когда читала ей «Конёк грабунок» или рассказывала, она мне каждый раз говорила, мама, не забудь сказать, что Ивану, что у тебя есть дочка. Вот каждый раз, я не знаю, это какой-то вот, она вот абсолютно не понимала вот этой условности, что это как-то игра. Но, естественно, сейчас она, понятно, имеет другое отношение. Будь, пожалуйста, моей царицей. Ой, а твоей? Моей. А ты себя хоть в зеркало-то видел? Ну, видел. Ну и как? Нормально. Определенная работа, она ходит со мной на фигаро. Ну, нет, там есть определенная работа за кулисами, там она тусуется с нашим, там, Наташей, помешником режиссера, с реквизиторами, она там все там помогает расставлять, что-то там делает. То есть она уже при деле. Ну, и неинтересный зал, ну, она из зала смотрела пару раз, даже взрослый спектакль, но ей вот интереснее за кулисами быть вот это вот все. А если захочет стать экстрисой, что скажете? Да нет, если будет талант, я не буду, конечно, за. Если будет явно. Зачем? А когда это можно понять? Есть талант или в какой момент? Я не знаю. То есть бывает так, что это сначала кажется, что нет-нет-нет, а потом опа и проснул? Я не знаю, вот сейчас меня спрашивают, почему ты не отдала в театральную школу, а почему ты то-то-то-то-то? Меня же никто не отдавал на какую театральную школу. И так же, как миллиард других артистов, у которых именно таланты, там, гений, все что угодно. Они просто поняли и пришли поступать. Где до этого они учились, там, ну, может быть, участвовали как-нибудь там в художественной школе. И самодеятельности. Ну, то есть, я подозреваю, что она станет артисткой. Ну, как бы, я почти не сомневаюсь в этом. То есть, конечно, она должна быть очень развитой для этого человека, личностью, во всех вообще. Поэтому у нас пока идет такая нагрузка очень разносторонняя, в которой люди удивляются, как? Как она может это совмещать? Но благо нам пока удается совмещать. И самое страшное, что ей все нравится и везде все получается. Это же прекрасно. Страшно, когда ребенок ничего не хочет. Нет, даже, что надо подать же. Ну, как попробовать, надо пало, не нужно, ну, не нужно, лень, там, еще что-то. А это все прет, и все ей нравится, и кажется, ну, я удивляюсь. Меня это очень, конечно, радует, как мать. Прям как.